Наконец-то состоялось долгожданное объединение всех усилий, в данном случае я говорю от областных структур и городских структур. Сегодня мы видим, как быстро и оперативно решаются эти вопросы. Мы уже получили то количество, которое в кратчайшее время будет введено в строй, и город получит дополнительные койко-места. Также в ходе рабочего выезда мы определились с главврачом железнодорожной больницы, в лесоводниках, о том, что необходимо от города, что необходимо от области. Медицинская составляющая, или все, что связано с обеспечением медикаментами, медицинским оборудованием, средствами защиты, это решает департаменты городской и областной здравоохранения. Что касается налаживания вопросов в плане, нужно очень много вопросов бытовых. Например, если мы говорим о стакуек в железнодорожной больнице, безусловно, нужна охрана, и мы имеем опыт, как это организовать. Нужно питание медицинских работников. Необходимо еще много чего. Я думаю, что после сегодняшнего визита, не думаю, а уверен, после сегодняшнего визита, Сергей Александрович, делая свои решительные шаги на уровне Офиса Президента и Министерств, мы вместе сконцентрируемся, сконцентрируем наши усилия, в ближайшее время получим дополнительные койко-места. Сегодня это крайне необходимо. Результат у нас один. Здоровье и безопасность наших людей. Вот это должно быть нашим результатом. Мы побывали в клинической больнице в Годниково, посмотрели ситуацию, нам доложили обстановку. Несколько противоречивые были моменты, поэтому мы решили с мэром города и с руководством областного здравого и горздравого разобраться более предметно на месте. И принято решение, в течение двух недель там должно быть дополнительно открыто 60 мест. Сейчас монтируются там криоцилиндры для обеспечения кислородом больных. Обещают ребята за две недели полностью сделать монтаж и развернуть койко-места. 110 мест дополнительно планируется открыть в госпитале, которые лечили гвозные болезни. Там тоже работы ведутся. И вот плечо поставляет Укрзалезница. Мы посмотрели полностью отдельный корпус, который предоставляет под 100 коек. Здесь дополнительно будут кислородные концентраторы. Буквально в субботу уже начнут тестировать бригады экстренной медицинской помощи полностью этот объект. Полное взаимопонимание есть с руководством больницы, с руководством Укрзалезницы. Нам идут на встречу. Городские власти помогут здесь некоторые вопросы решить с лифтовым хозяйством. Мы разберемся сейчас с дополнительными вводами энергетики. Облэнерго, надеюсь, активно включится. Ну, а в целом, я считаю, что на следующей неделе, как минимум, вот эти 100 коек у нас резервных должно быть. Давайте тогда будем делать, запускаем.